Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать, как мы при таких работах, как монтаж пластиковых панелей или монтаж сайдинга, улучшаем энергоэффективность окон. Хочу показать, грубо, как мы делаем такие небольшие четверти. Значит, у нас есть окно. Здесь вот, как вы видите, мы уже сделали часть работы, уже подготовили под монтаж панели, уже здесь обрешетка есть, уже утеплители есть. И в районе окна, Макс, подержи, пожалуйста, в районе окна мы выводим немножко, у нас утеплитель выступает. Мы с заказчиком договорились, что в данном случае во всех окнах, да, у нас утеплитель должен заходить до вот этого шва. Конечно, в идеале, чтобы утеплитель заходил на раму, но визуально не всех это устраивает, поэтому заказчику мы договорились. Такой вариант. Значит, вот этот утеплитель, который у нас идет по стене, мы его выступаем в уровень, в уровень со швом. И вот это место, вот эту пустоту мы также будем сейчас заполнять утеплителем. Будем делать вот такие вот небольшие четверти, потом дальше будем делать под основу для того, чтобы нам установить уже околооконную планку под фасадные панели. И вот эту вот гидроизоляционную пленку будем приклеивать специальным клеем к раме для того, чтобы создать такую воздухонепроницаемую конструкцию. Вот сейчас я хочу показать вам один из вариантов, один из способов, как можно при фасадных работах улучшить энергоэффективность окон. И все, он замеряет ширину, вот это вот расстояние от окна до бруска, какой там получилось? 5 сантиметров. 5 сантиметров. Теперь он отмечает по 5 сантиметров. Дальше он берет какую-то ровную штуку, по которой можно будет легко резать. В данном случае у нас обычный строительный уровень. Отрезает полоску. Сколько у нас получилось? 5 сантиметров? Ну, грубо у нас получается такая прямоугольная полоска. 5 на 5, а длина у нее метра. И дальше эту полоску мы распускаем пополам. Берем наш ножик для резки утеплителя. И так на глаз примерно мы отрезаем утеплитель. Теперь вот этот утеплитель мы будем вставлять в нашу вот эту вот откосную часть. Дальше. Поехали. так сделали небольшой участок вот так вот это выглядит теперь сюда мы сейчас будем прикручивать фанеру тоненькую фанеру для того чтобы потом нам было к чему прикручивать около оконную планку соответственно для того чтобы нам понять какая фанера нам нужно мы замеряем ширину замеряем длину и отрезаем отрезаем кусок очереди мы уже подготовили кусочки берем уголок делаем ровную линию перпендикулярную и дальше ножовкой по-быстренькому дальше берем шуруповерт и прикручиваем и прикручиваем вот эту откосную часть вставляем наши подготовленные кусочки снизу соответственно тоже прокладываем полоску утеплителя так чтобы у нас по периметру со всех сторон вот эти вот четверти но снизу это не четверть а подставочный профиль до зона подставочного профиля тоже немножко немножко улучшить в этой зоне энергоэффективность теперь мы должны что сделать теперь мы должны взять клей называется он дельта тан мы его пускаем по периметру начиная сверху вернее начиная сверху боковой части и опускаем его вниз для того чтобы нам приклеить пленку мы его пускаем прямо видите в угол чтобы у нас вот это место было воздухонепроницаемым чтобы воздух у нас никаким образом вообще не мог туда зайти вот создаем такую вот воздухонепроницаемость воздухонепроницаемую оконную конструкцию дальше начинаем приклеивать приклеивать пленку и пробиваем еще пробиваем степлером чтобы лучше держалась дальше начинаем также боковушку также в угол наносим клей и приклеиваем нашу гидроизоляционную пленку чтобы конструкция у нас получилось как я уже несколько раз говорю максимально воздуха непроницаем пристреливаю и степлером прибиваем пленку чтобы пленка клея максимально качественно приклеивать дальше мы начинаем обрезать лишнюю пленку аккуратно очень аккуратно режем ножиком подставляем фанеру что пресс был более-менее ровно и аккуратно надо ножиком потому что потому что у нас может поцарапаться рама соответственно эту работу нужно делать очень аккуратно вот эта лишняя часть она потом закроется около окунной планкой вот здесь у нас соответственно есть основание для того что прикручивать финишную планку который будет вставляться откос от около оконки таким вот образом мы формируем основание под дальнейший монтаж около оконного изделия так вот это выглядит после резки пленки смотрите нету никаких царапин вот если но условно вы не можете рассчитать силы и боитесь переборщить то конечно лучше что-то подкладывать какой-то небольшой тоненький кусочек металла дальше нам нужно закрыть углы соответственно берем подготовленные вот такие вот заплатки и на такой скотч дельта мультибант мы начинаем формировать вот такие вот угловые элементы так чтобы у нас со всех сторон конструкция окна была максимальная такой герметичные срезаем угол и и и и и и таким образом мы формируем угол у у окна вот так у нас получается под отлив здесь мы уже сделали отлив это я залез на второй этаж у нас вот так вот вот так вот сформированы откоса здесь у нас соответственно со всех сторон идет жесткой конструкции для того чтобы нам удобно было прикручивать около оконку видно да здесь вот все приклеено а дальше если посмотреть здесь мы уже устанавливаем около оконную панель около оконную планку под фасадной панели здесь у нас идет финишная планка откос у нас заходит финишную планку и по периметру это выглядит вот так вот сверху у нас вот тут язычок но он еще не успела так надо делать соответственно вот эта часть она будет заводить сюда чтобы это вода которая будет сюда попадать она будет по вот этому желобку у нас здесь стекать